Река Волга пополнилась очередной порцией рыбы. 470 тысяч мальков сазана и 170 тысяч стерлядей, выращенные в Тёпловском рыбопитомнике, выпустили в реку. Ежегодная экологическая акция уже стала традиционной. Благодаря стараниям социально ответственных предприятий, ситуация с количеством рыбы в реке с каждым годом улучшается. В этом году процесс восполнения запасов профинансировали Саратовский речпорт и концессия водоснабжения Саратов. Саратовский речной порт ежегодно участвует в данной акции. Для этого в этом году выпустили сазана 100 тысяч мальков, выпускаем также стерлиц 30 тысяч мальков и более. Мы работаем на этой реке, мы пользуемся ее ресурсами, ее недрами и считаем своим долгом возобновить данные виды рыбы, ее популяцию в нашей реке. Но прежде чем специально выращенный молодняк попал в естественную среду обитания, он несколько месяцев находился под круглосуточным наблюдением в тепловском рыбопитомнике, в специально оборудованных ваннах с прудовой водой. Предприятие работает по всей России, занимается редкими видами рыб и восполняет биоресурсы Волги, Оки и других рек. Мы занимаемся инкубацией, то есть вот эти вот аппараты у нас служат для того, чтобы мы, значит, обкалываем производителей, самых самцов, оплодотворяем икру, закладываем в эти колбы до вылупления. Вылупляется личинка, на седьмые сутки мы ее рассаживаем по водоемам. Это инкубационный метод. И плюс мы еще на естественную мере сажаем. Приживаемость особей, по словам директора рыбопитомника, составляет от 15 до 50 процентов. Примерно столько же, когда мальки отправляются в естественную среду обитания. Это все зависит от того, что, допустим, много там хищника, мало там хищника, есть кормовая база, нет кормовой базы. Все зависит от этого. Процесс погрузки мальков небыстрый. Бережно, вручную, в небольшой емкости их переносят в специальную машину. Эксперты контролируют количество мальков и процесс их переселения. И перед каждой погрузкой обязательно взвешивают. В канун Дня Волги наша река восполнилась тоннами рыбы, в том числе и краснокнижной.